Сегодня депутаты законодательного собрания области заслушали отчет министра здравоохранения региона Сергея Панченко по итогам работы отрасли за 2018 год. Многим знакомо словосочетание «расстрельная должность». Именно такой с прошлого года считается должность министра здравоохранения, которую Сергей Панченко занимает с августа прошлого года. За ошибки предшественников спрос сегодня с него, поэтому собратья по цеху пришли его поддержать. В 2018 году действительно большое внимание уделялось здравоохранению в целом со стороны руководителей региона и в частности благодаря работе министерства большое внимание уделялось детскому развитию детского здравоохранения. Год достаточно тяжелый был, серьезный. Несмотря на это, благодаря совместным усилиям министерства здравоохранения мы снизили значимо кредиторскую задолженность. Ситуация по кредиторской задолженности знакома многим лечебным учреждениям регионального Минздрава. В целом долги и миллиардные. Два бывших министра находятся под следствием. Созидать в условиях катастрофического дефицита сложно, однако министерство старается не терять темпов развития. Семь государственных учреждений здравоохранения в области представлено 69 медицинскими организациями, в которых трудится без малого 30 тысяч человек. По итогам цифровым хочу сказать, что по основным показателям увеличилось количество посещений на дому, увеличилось количество операций, увеличилось количество видов скорой помощи. Кроме того, запущены в эксплуатацию несколько лечебных учреждений, отремонтированы больницы, закупается новое оборудование. Вопрос по заверению Минздрава с дефицитом таких расходных материалов, как бинты, шприцы, физраствор снят. Однако нерешенных проблем пока еще остается много. Конечно же, выместить гнев за ошибки предшественников на Панченко велик. Некоторые перед искушением не устояли. Мне очень неудобно, когда наши министры здравоохранения почему-то уходят или за решетку, или уходят в отставку с очень нехорошей, в данном случае, репутацией. Министр смог ответить на все разумные вопросы. В своем отчете он не только признал сложность сегодняшней ситуации, но и предложил пути выхода из этого кризиса. Многие согласились, что в данном случае надо не наказывать, а помогать. И законодательное собрание включится в эту работу готово. И те проблемы, которые порождались с 2013, 2014, 2015, особенно проявились в 2018 году, они сейчас, мы получаем это все последствия. Принимается определенная мера, со стороны министерства, руководства, правительства Ульяновской области, но их пока недостаточно. С чего недостаточно? Недостаточно на сегодняшний день финансовых средств на покрытие кредиторской задолженности. В бюджете 2019 года предусмотрено 500 миллионов рублей. Уже на 1 января 2019 года было 834, то есть нам недостаточно 334. Перекрыть дефицит трудно, но необходимо. Поэтому многие депутаты согласны в одном – решать проблему нужно не скандалами, а разумным распределением дополнительных доходов, которые в первом квартале у нашего региона уже появились. Сергею Панченко дали 5 месяцев. За это время помогать выправить ситуацию будут все неравнодушны и во всех ветвях власти. Потом ему нужно будет вновь отчитаться. Все еще можно исправить, считают в правительстве, в законодательном собрании и министерстве. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова